Это первая отправка осеннего призыва. Служить в рядах вооруженных сил республики молодежь уже по сложившейся традиции провожают в торжественной обстановке на мемориале славы. От имени государственной администрации хочу сегодня вам пожелать самое главное здоровья и мирного неба, чтобы вы знали, что мы всегда ждем вас. Мы готовы, чтобы вы вернулись в наш город и предоставить всем рабочие места. В уставе вооруженных сил сказано, что стойко переносить тяготы воинской службы. На первых порах этих тягот будет более чем достаточно для вас. Я вам желаю достойно, добросовестно выполнять те служебные обязанности, которые на вас будут возложены. Впереди у солдат срочной службы 18 месяцев армейских будней. Те, кто успел получить высшее образование, будут служить на полгода меньше. Ранние подъемы и отбои по команде, физические нагрузки и строевые занятия на плацу. В ближайшее время этим ребятам предстоит привыкнуть к армейскому распорядку дня. Мы уходим выполнять свой воинский долг перед Родиной. Обещаю мне сдаваться и счастье пройти через все испытания армейской службы. Совсем скоро новобранцы пройдут курс начальной военной подготовки. Как говорят офицеры, эти молодые люди уже в ближайшее время возмужают и станут более подтянутыми. В этом родители и друзья новобранцев смогут убедиться уже скоро, когда их пригласят на церемонию принятия военной присяги. Татьяна Сярова и Наталья Стратонова, 1-й Приднестровский.